Продолжается вторая волна приемной кампании вуза Дагестана. Абитуриенты могут подать документы до конца августа. Что нужно при поступлении в учебное заведение и как стать квалифицированным специалистом узнавала Лариана Шамхалаева. Прием абитуриента в дагестанские университеты в самом разгаре. Только в ДГПУ уже 4000 заявлений от поступающих. В текущем году в этом вузе около 2000 бюджетных мест. Популярностью пользуется факультет физкультуры, филологии, иностранных языков, истории, права и худграф. Это так называемый ряд основ педагогического воспитания, отмечают специалисты. В мире есть две специальности, которые нужны всегда. Это учитель и врач. Все в мире меняется, все в мире происходит по новым каким-то законам, по новым технологиям. Но всегда человеку нужен будет учитель, которому поможет, и врач, которому вылечит. А учитель это врач, который еще и врачует души. Еще вчера студент, сегодня конкретно способный дизайнер. Ольга Исик окончила с отличием художественно-графический факультет и планирует работать в модном журнале. Девушка советует абитуриентам, выбравшим похожую специальность, чаще посещать выставки и музеи. Только так можно подготовиться к творческому испытанию, считает Ольга. Конечно, сказать, что сразу же человек будет рисовать, нет. Это долгий труд. Это надо стараться, учиться, учиться, еще раз учиться. Не только мастерски, но и развиваться духовно. Салихат Мамаева, круглая отличница изучением психологии и душевного состояния человека, интересовалась еще со школы. Тем не менее, главное не то, сколько ты просидишь за книгами, а как будешь использовать свои знания, считает выпускница. Самое главное, не сколько у тебя знаний, а как мы будем использовать их дальше. И, конечно же, желаю абитуриентам, чтобы они пошли именно по тому пути, который на самом деле хотели бы. И приносили, конечно, пользу себе и во благо вообще нашего общества. Приемная кампания в вузах Дагестана продолжается. Все, что необходимо, это аттестат о среднем образовании, 6 фотографий, копия паспорта, медицинская справка обязательно и заполнить заявление. Вы поступили. Эти сокровенные слова могут услышать и абитуриенты Махачкалинского филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Однако юношам и девушкам, мечтающим строить уникальные сооружения, дороги и аэродромы, в отличие от гуманитариев, следует подтянуть точные науки. Для того, чтобы поступить на технические специальности нашего вуза, необходимо иметь, кроме как ЕГЭ, кроме как русский язык, также математика профильного направления и физика, которые, к сожалению, очень мало сдают нашей республике. Наш вуз, это выпускники, получают диплом Московского автомобильно-дорожного университета. Диплом МАДИ, по словам преподавательского состава, будет действителен в 86 странах мира. Однако на текущий момент университет готов предоставить бюджетные места только 30 счастливчикам. Как отметили в приемной комиссии, есть случаи, когда абитуриентам приходится отказывать в поступлении. Самая большая проблема – это то, что в школах не всех предупреждают, что для поступления нужна профильная математика. Сколько людей приходит и как-то получает отказ в связи с тем, что у них только базовая. А так в основном к нам приходят как после колледжа, так и после 11 классов тоже. Напомним, что увеличить шансы на поступление помогут индивидуальные достижения вчерашнего школьника. Если абитуриент-волонтер, призер спортивных или предметных олимпиад участвовал в интеллектуальных и творческих конкурсах, он может смело отметить это в своем заявлении.